всем привет с вами он некрасова и сегодня я снимаю очень волнительно нам очень интересно милана некрасова если у тебя парень нам всем не до жопы есть сколько ей где-то 15 наверное не знаю или 16 короче узнает для меня ролик потому что сегодня меня будут проверять на детекторе лжи команда для меня подготовила вопросы на лицо как будто бы 24 или 22 на которых я даже не в курсе и это будет реальный детектор лжи я щас просто покрылась холодным потом и сегодня ознакомьтесь сергей мой полиграфа который будет проверять говорю правду или все-таки ложь я думаю можем начинать если хотите конечно можем закончить милан ты готова нет сейчас будем устанавливать датчики волнуешься если тебя попрошу стать ты станешь слышь ты сука ты там но пришел полиграф проверять или что ты сейчас несешь вообще пожалуйста прошу стать ты станешь нет один все в порядке как ощущение все супер все супер я просто очень нормально короче все устраивайся все нормально да еще раз пять про нет еще не готова подожди для когда не смерили давление чуваки какой-то странный вайб у и мне не нравится я сразу скажу мне не нравится этот вайб я вам сразу говорю окей здесь просят зовут ли ее павел никакого дискомфорта просто будет стоять манжета вот это дыхание а вот эти датчики мы поставим на руку на пальцы вот это два датчика потение когда люди обманывают они краснеют потеют замечала вот а это датчик пульса это три датчика отвечающие за потение я десять лет уже пизжу и нормально все никто не спалил и за пульс мы будем мерить еще артериальное давление и чистоту твоего дыхания как ты дышишь редко часто волнуешься либо наоборот затаиваешь свое дыхание тебе будут задаваться вопросы ты на них отвечать а датчики будут смотреть как изменяется твое состояние когда я вру или говорю правда да при ответах на вопрос может мы уже ну будем заниматься этим самым как говорится детектор лжи рыванием я не знаю для ли мы будем это слушать неправдивых вопросов одна реакция в организм для правдивых вопросов до чего вы пишете сука я готова я тебя прошу спокойно сидеть хорошо возможности не жестикулировать когда беседа пожалуйста как хочешь не вставай пожалуйста из кресла хорошо не уходи не уходи отвечая на вопросы которые будут задаваться спокойно когда будем записывать полиграф то сам тест нужно будет отвечать да или нет комментировать в кратике будет задан вопрос ответить на него да или нет у нас все готово мы должны проверить полиграф как он какой-то супер сомнительных тос на мужичке осуждаю за что все установлено все ли функционирует работает ли программа для этого я задам тебе в начале простые вопросы на них тоже нужно будет отвечать да или нет вопроса будут которые будут касаться лично тебя выпуска детектора лжи будет да ни с кем не тебя вообще не вызовут за труд для бал ты можешь уже час оживет манжета руку не больно первый раз нет вопроса тебя зовут милана трудный был вопрос нет у тебя день рождения 24 октября да ну и третий вопрос он тоже будет касаться тебя ты состоишь команде суефа да чтобы команда суефа это и кто сейчас обращусь как раз яндексу узнать команда суефа кто это тащит команда понятно команда суефа это короче какой-то dream team что-то там милан спасибо за ответы на вопросы я настроил полиграф настроил компьютерную программу у тебя все в порядке да самочувствие нормальное да все хорошо волнуешься все волнуются на твои волнение будет обязательно учтено при анализе собственно твоих реакций пусть зная об этом волноваться это нормально если бы у тебя был выбор перестать быть популярным но сохранить заработок согласилась ответить да или нет перестать популярным что ты зарабатываешь также как сейчас честно я думаю я думаю да это пиздёж мы заметили что милана очень волновалась отвечая на этот вопрос она даже не сразу дала ответ ты сука ты ты какого санспенса саспенса там нагоняешь давай говори правда неправда что я не понимаю какой то тут развел тут но она сказала правду что музыка вот это вот и типа сейчас тут всему миру будет на самом деле я очень хорошо отношусь к тому то что меня узнают на улице мне очень приятно но я очень много истории рассказывала именно темные стороны того что у меня появилась аудитории там узнают на улице так дали конечно были последствия какие-то негативные из-за этого есть такое впечатление о том то что если бы была возможность я бы хотела то блять я микс раз просто на другую работу в будущем и зарабатывал бы я думаю также спокойно я не знаю сколько нужно и блять тебе реально пришлось если бы не твои блогерские какие-то моментики ты бы столько не зарабатывал запомни ты бы пошла на какую-нибудь работу тебе бы сказали женщина сиди тут ёпт все это пик был бы милан нравится тебе твоя внешность да такие вопросы тупые какие-то да можно же было спрашивать чего угодно нравится ли тебе в твоя внешность одну вот а есть что-то нормальные вопросы какие-то типа кого и нравится ли ей ее внешность или нет вообще кого здесь хоть из нас это вообще беспокоит это правдивый ответ но конечно пауза раздумья и такая это сомнение мы все почувствовали то сомнение почему сомнения да да я думаю на самом деле неуверенность я думаю потому что было очень много каких-то комплексов с которыми я конечно до сих пор не блять я вот по я просто ненавижу знаете чё чат возможно вы меня поддержите или еще что-то я просто ненавижу людей которые нормально выглядят с нее даже из косметику смыть она все равно нормально выглядеть будет которые сидят комплексы да вы заебали вообще ты что ли все не я понимаю меня комплексы были у меня все и прыщах было прям вообще ну типа понятно что как бы ну когда никто так не выглядит а я вот выгляжу бля но это это комплекс что с тобой мне интересно какой комплекс что у тебя родинка не там находится или что поборолась но в принципе вполне если так на себя смотрю то я не считаю себя чмошницей я принципе считаю тебя довольно тут мы разные а я считаю себя чмошницей милана делал ли ты операцию на внешность или уколы красоты нет операции на внешность или уколы красоты это вопрос дмитрий из шестого б или чё челу 16 я напомню но я готов поспорить что вопрос нужно было бы ставить как только тебе станет 18 ты будешь ли делать какие-то операции понимаете вопросы какие-то дебильные для детей как только ты станешь совершеннолетний ты будешь делать какую-либо операцию и вот тут уже пойдет поедет как говорится понимаете милана ответила правду ну конечно не 15 лет какие фото делать и кола красоты подвали я думаю богатых людей нету вообще возраста и когда что можно делать найдется какой ничел который приедет возьмет с тебя пару миллионов рублей и сделает ему вообще будет там сколько тебе лет так что как бы можно не рассказывать про это это не оправдание в подвале да потом как нибудь 16 подвале приедет чел с охотной клиники самый дорогой я не знаю за какие-то невменяемые бабки придет и кольнет потому что он знает все она хочешь ли ты изменить что-то в своей внешности твою мать то что другое мы спросим что она хочет изменить это правда это тоже не буду говорить что это вы не узнаете не как-то ну раскрою одно что ну губы губы хочу сделать но я не хочу как-то когда они хотели правильно надо как все все делают и мне надо сделать хотя самой губы нормальные до говорила что я хочу сделать губы потом меня переубеждали очень много раз то что да зачем знаете так подумал то что я каждый день крашу губы и всегда выхожу за контур потому что мне не нравится как вылит мои губы с чего ты взяла что из ты их увеличишь ты потом просто через какое-то время опять будешь выходить за контур тело чем логика вообще бля короче есть одна такая проблема у женщин когда увеличиваешь губы но типа там два три коль ну два наверно единичку двоечку колет там может вас половой три это уже ну допустим они уронку эту кольнули пацаны рассказываю вам они увидели эффект который от распухания потому что им накололи губы у них губы вот такие ну отек начинается антеки них все они здоровые второй день отек спадает чуть-чуть но это там или второй третий день они такие о вот часах на проходит неделя губы уменьшаются еще меньше и потом она такая они мало ли я в кололом плюс еще потом она будет течение года разъедаться это все рассасываться надо пойти опять кольнуть вот в этом и прикол короче далеко не надо ходить как говорится у меня бро каждый раз спрашивает нормально губы или нет там просто есть такой прикол если но девчонки берут первый раз колет себе в губы геуронку то она короче формула длина членер на 1 12 своего роста и начали нет это пиздёшься себе к невозможно пенис никак определить никого учеча посмотри а у него до пола и чё твоя формула идет получается так вот чё я хотел сказать что она короче быстро рассасывается это все если первый раз делаешь что это быстро рассасывается все вот так когда они не накрашены потому что я считаю довольно маленький веришь ли ты женскую с 15 лет считает уже что у него губы довольно маленький ол щит гады на интересно по дружбу что веришь ли ты в женскую дружбу хочу улыбайся милада мне очень жаль но полиграфно козы листа ради разбань в чате три года сижу в перма честь момента когда появились за предки каждую кто верит на полиграф не женская дружба может быть но до определенно каких-то моментов мужская дружба она работает по-другому она работает до первой проёбанной катки но а потом она опять восстанавливается и уже вы опять дружите на следующий день короче нормальная классика что ты обманула пиздунь я обманула блин давайте так следующему вопросу разочаровал женской дружбе ты нет нет все я думаю нет просто блин я думаю есть сто процентов какая-то женская дружба не бывает такого то что вот в мире не существует там каких-то лучших подруг и так далее сто процентов есть просто я столько раз обжигалась что уже такое мнение но сложилось то что блин у меня как будто не складывается вообще скажи обидела ли тебя когда лера симка на шоу сказала что не считает себя близкой подругой кто такая лера симка лера симка я знаю только одну симку это из фиксиков которые нет компьютере просто сумасшедшая реакция в ну давай давай режиссер побайте меня максимально мне же так не все равно блин обидела ли тебя когда симка сказала что ты ну не совсем подруга волнение так кстати лера симка выглядит вот так тоже какой-то ребенок очевидно чей-то но сомнения все борется с друг с другом но полиграф показывать чуваки ей там пол вообще 12 лет что-то обман но они все красятся как будто им сука 20 уже я говорю это какой-то маразм вот эти все тикток хаус и просто я считаю и как минимум дети должны оставаться детьми покраситься еще успеешь молодой уже никогда больше не станешь потому что с каждым годом ты будешь взрослеть и стареть вот что мы имеем в 15-16 мы красимся так что выглядеть на двадцать пять а в двадцать пять мы красимся так что выглядеть на 20 ну вот так вот чуть-чуть обидела да нет обиды никакой нет честно ну хорошо с лера общаетесь такой это тоже пиздеж общаемся да но вы не считаете друг друга прям вот лучшими подругами то есть там не делись какими-то секретами то есть вы исключительно общаетесь только когда какие-то съемки то есть что касается именно работы ну я и считаю как бы подругой хорошей это я супчик поел у меня жопа гудит скажись посрать бы с кайфом жижно то есть нету такого то что вы просите знакомые которые на этом 10 лет друг друга по сути мы с лера знаем друг друга почти десять лет это правда просто мы начали дружить чуть позже ну нет такого ощущения то что мы лучшие подруги и так далее но я всегда как бы я считала леру подругой всегда ничего не понял мы не подруги но подруги классно ответил мне очень понравился ответ думала ли ты об уходе из суефа конечно да да чё ты пиздишь о подрезали ганну либо тебя подвели нервы полиграф показывает что-то нервничала но я вижу что-то обманываешь то есть возникали такие мысли может после каких-то ссор нашла да конечно но конечно она хотела бы сто процентов понимаешь она уже почти взрослая женщина понимаете ну как почти доходе и до взрослой женщины еще три года ну короче но блин контракт ну контракт не позволяет уйти но контракт не позволяет по контракту там до 25 надо будет чё поделать ну вот так вот вот так и живем ребята эх грустно хорошо что у меня нормальный контракт адекватная меня никто не продюсирует и кстати я горжусь наверное собой я горжусь наверное собой потому что у меня не было продюсера ни разу то что я сам себе режиссер получается а диана диана не режиссер она просто я эксклюзив в ее агентстве просто все контракты через нее проходит но у меня же нету ни продюсера ни режиссера никого вообще не сценариста команды нет никакой у меня типа я сам себе хуярю и усталости там когда вы друг друга уже достали, там, может, после тура. Честно, не помню, чтобы я прям как-то... Зубарев, наверное, тоже, наверное, я не знаю, кстати. Наверное, тоже сам себе х**ть, но я думаю, у него есть команда менеджеров точно. Особенно вот этот один менеджер. Команда, блядь. Ну, короче, я не знаю. У нас, по-моему, на Твиче, наверное, нет ни у кого, наверное, кто режиссировался. У тебя много говорят, что типа Слава, но... не подходит под описанием. Потому что Слава сам себе тоже единица, блядь, сам решает, чё и как. Наверное, из тех, кто точно 100% это, блядь, Муханжан, и то это оказался Рофл Зола. Ну, да, кстати, вот Зола, да, которого менеджер говорит, мне не надо это стримить, мне не надо это записывать, но это уже такая тема, наверное, продюсерская больше. Думала о том, что я хочу уйти из команды, нет, такого не было. Может, просто... Да чё ты, блядь, слышишь? Бля, как же она как глист на это, да, на сковородке такая. Я думала, нет, я не думала. Да, блядь, ну, полиграф сказал, что ты пиздишь. Значит, что? Значит, ты думала, чё ты тогда, Городи, что? Я так не думала, блядь. Промелькали... Не волнуйся, никаких штрафных не будет, типа. Этот ролик тоже снят из-за того, что... По контракту. И ты мысли, типа, блин, а чё бы было, если бы у нас там не было команды? Что бы было, если бы я там не общалась там с ребятами, вообще? Я только сейчас подумал. Чат, вы знаете, я такой наивный, блядь, мне только что пришла мысль в голову. У них с Лизогубом может быть контракт на шиперство, блядь. Не рофлю вообще. Классика. Но это мои додумки, я не утверждаю. Прямо об уходе? Нет. Может, я просто переволновалась? Считаешь ли ты, что в Цуэфа есть лишний участник? Да. Нет. Пиздит. Ну вот здесь неопределённая ситуация. Ты очень быстро ответил на этот вопрос. Но какие-то сомнения всё-таки полиграф показывает, отражает. Уважаемый ведущий, ну вот, мужчина лысый, когда есть какие-то сомнения, полиграфолог берёт и переспрашивает, перезадает этот вопрос ещё раз. В столе сомнения. Какая-то очень актуальная мысль, судя по тому, что она ответила очень быстро. Она в... Да нет, ну на самом деле не думала я прям об этом как-то там. Вот там кто-то из нас там лишний в команде. Просто нам очень часто это писали, там то, что то Женя лишний, то Давид лишний, то Лера лишний. Не, я думаю, Женя реально лишний, потому что он единственный там двадцатилетний лоб такой. С лишним. То кто-то лишний, то я там лишний. Очевидно, что он среди детей флексит. Типа, что за хуйня? Он реально там лишний. Что за прикол? Нет. Как бы я этот вопрос очень много раз слышала. Это от наших подписчиков, зрителей. Вот, поэтому я, наверное... Мы это смотрим. Для общего развития мы это смотрим. Для общего развития. Для понимания, что происходит у зумеров. С уверенностью сказала то, что... И те, кто смотрит это на ютубе и досмотрел до этого момента, это и для вашего общего развития. А то недалекими вырастите и не будете шарить, откуда потом появилась вот эта же, ну, женщина в будущем. Она может потом будет как Клава Кока раздевать толпу своей музыкой. На этот ответ вопрос ответила. Никогда не задумывались вот о том, что вот вы сидели, жили себе жизнь спокойно. И вдруг, откуда ни возьмись, какой-то хуйня стреляет и становится известен. Непонятно почему. А оказывается, он творчеством занимается уже лет 10. Но вы про него не знали. Так, Милан, ну сейчас будет каверзный вопрос. Самый волнительный, наверное. Нравился ли тебе когда-нибудь Женя Лизагуб или Давид Туров? Нет. Пиздит. Это правда. Че он? Ты че подыграл-то там, а? Пять тысяч плачу, говори. Было, не было? Че там, по факту? Каменное сердце. Что за тупые вопросы ты задаешь? Ну, уже ответить всем честно. Есть ли у тебя парень? Да. Нет. Это правда. Слышали? Это вот это парень? Вот это вот здоровый. А сколько его лет? Ну ладно, никто не знает, судя по всему. Есть. Не расскажешь нам кто это? Нет. Скажи, твой парень медийный? Нет. Правда? Ну так вот, ребята. Давай представим, что тебе вот уже 18 лет и скажи, согласилась ли ты на пиар-роман? Ха-ха, я вам че сказал про контракт с шиперством? Вы меня на 89 начали писать. Ну ладно, это не контракт с шиперством, это пиар-роман. Ха-ха. Типа, если ты выбираешь, кто нравится, кто нет. А, бля, осуждаю, не надо детей оскорблять. Аноним. Правда. Это правда. Просто на самом деле, вот если так подумать, я даже не знаю. То есть, получается, пиар-роман, это когда вы знакомы, но вы не нравитесь друг другу, вы просто играете. Нет. Это может быть... Йоу. Сейчас, бля, надо аккуратно. Короче, это может быть так. Блин, Милана Некрасова, даю тебе 10 миллионов за то, чтобы ты орала, что ты моя девушка. Мы будем везде появляться вместе, бля. Вот что такое пиар-роман. И ты мне можешь, бля, не нравиться. Или можешь наоборот мне, бля, нравится. Это вообще никакого отношения не имеет. Понимаешь, о чем я? Understand me? Сам факт того, что я использую твою медийку, или ты мою, бля, ну, в зависимости там как, и мы на этом хайпим, бля, и набираем обороты, потому что всякие говножурналы будут писать про нас. В аудитории то, что вы встречаетесь, а я... Это как я с Хесусом, бля, только у нас контракта нет никакого. Если, например, вы нравитесь друг другу, это получается уже не первая. Вот что, хочешь сказать, мы нравимся друг другу с Хесусом, что ли? Да нет. Роман. Это типа вы нравитесь друг другу, у вас реально какие-то там мутки, поэтому... Нет. Какие-то там мутки, понял. Ты общаешься с людьми только, если у него много подписчиков, Да. Да. Милана не обманывала. Как неинтересно, а? Даже не отменить. У меня очень много друзей, которые вообще там не ведутся с сети, поэтому мне как-то вообще по барабану. То есть с тобой можно познакомиться с обычным смертным. Слушай, профессионы, продюсерами ради хайпа, а это вовсе не полиграфолог. Да может быть и такое спокойно. Я просто сомневаюсь, что вот это какие-то там сверху и снизу у него... Да я не, броню и ебаный насос, прочего, которого девушка бросила. Просто не особо понимаю это зачем. Они дыхание, б***ь, ловят? Учащается оно или нет? Потому что они даже с кожей не соприкасаются. Я особо знаю. Скажи, поддерживал ли ты треки блогеров, даже если сам трек тебе не нравился? Конечно, да. Нет. Пиздёж. Это ложь. На лицемерочек двигается, ой-ой-ой. Я поддерживал, кстати. И шоу-бизнес. Ну, а чё? Давай дальше. А чё ты? А чё? Ну, было. Ну, я считаю, что... Ну, было и было. Чё бубнить? Это чисто субъективное мнение, потому что если мне песня не понравилась, ты не знаешь, что сделано дерьмово, плохо, песня там, говно и так далее. Просто... Да нет же, если мне песня не понравилась, значит, она х***а, б***ь. Но вдруг эта х***а кому-то понравится, поэтому я беру и репост делаю, например, иногда. Вот я такой, например, не слушаю, но из-за того, что этот человек с ним общается, я готова как бы его поддержать. Любишь ли ты своих подписчиков? Да. Это ложь. Это правда. Да, ну, а когда неправда? Ну, из тебя, прикинь, он бы сказал, это ложь, б***ь. Да у него бы сейчас 2 миллиона в один превратились. Ну, так вот, ребята. Любишь ли ты своих подписчиков? Я нет. Лучше я скажу нет, и полиграф скажет, что я спиздел или сказал правду, потому что проще могу объяснить. Ну, как я могу вас любить, ребят? Ну, я же вас даже не знаю, б***ь. Понимаете? Тут вот о глубоком надо задумываться. Я вас даже не вижу. А я тебя люблю, Болодя. Максоныч, ну, прости, что вот такая правда оказалась. Я же вам сказал, не делайте себе кумира, и всё. Смотрите на меня как клоуна просто, и всё. А я смотрю как вас на людей, которые меня кормят. Я проститутка. И тарелочница жёсткая. Ты ранил моё сердце. Ну, и мне вообще, п***ь, если я сейчас сказал, и кто-то реально обиделся, пусть лучше сразу с канала выходит, потому что минус фанатик. Найс! Вы не понимаете, я всё время профилактическую работу веду. А теперь ещё дополнительный вопрос. Милана, любишь ли ты свою команду? Нет. Нет. Команду. Да? Да. Правда. Да, да, блин. Ну, как-то скучно, блин. Ну, вот ты-то как-то х***ь. Любишь ли ты команду? Любишь, любишь, любишь? Блин, ты такая милая. Да, правда, нет. Ты любишь себя? Да, нет. Ну, надо какую-то х***ь спрашивать конкретную. Вот это контентище. Я понимаю, там, ну, типа, 10 плюс, как бы, возрастная категория. Но, как бы, надо чуть посерьёзнее вопрос. Да, вдруг я попал. Я попал вот на это видео. Мне его скинули. Я же должен как-то контент брать? Ебать. Я вернулся, все старые игры ВКонтакте. Вспомнил всё. 10 тупейших игр, которые больно играть. От первого лица школы 7. Убежал из дома. Бросил девушкой из-за денег. Стыд глазами школьника. Что смотрит Чипс на стримах. Какой-то, б**ть, я это смотреть не буду. Типичный, трум-трум, б**ть. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok